Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я тут хожу-брожу. Ой, а сейчас в магазине пятерочка. Иду теперь в мясную лавку. Хотела пятерочке что-то купить. Ой, у нас такие деревья красивые. Сейчас покажу. Смотрите, какие красивые тут у нас. Растут. Вот. Буду вам показывать красоту и болтать. А то что все говорящая голова. Вот. И, в общем... Я надеюсь, меня слышно хорошо. Я тут вдоль шоссе иду в мясную лавку. Как я уже сказала. Красота такая. Люблю, когда вот так листочки валяются на земле. В общем, иду. Чего иду-то я? Хочу. Короче, иду за колбасой. Девочки. Вот. Была магазин пятерочка. Я так не люблю этот магазин. Вообще. Его реально... Ну... Не знаю. Мне кажется, когда им санэпидемстанция, его закроет этот магазин. Ну, реально. Просто плачет санэпидем там. Потому что если я бы там увидела крысу, я бы не это... Не удивилась бы. Ну, в общем, ладно. Пила хлебулку. Покажу вам. Дома вот такие у нас домики. Что-то я запыхалась. Я еще сбегала в этот... За фруктами. В общем, там... Получается... Аж вон туда. Далеко-далеко. Вот. Пешком. На машине. Потому что здесь надо везде разворачиваться. В общем... Обещала снимать аутфиты. А что снимать-то? Я все в этот костюм втюрилась. И хожу в нем, как этот самый. В общем, кошмар. В общем, ладно. Пойду в мясную лавку. Там невозможно снимать. Там... Ну, народу всегда очень много. Вот. Потом приеду домой. Покажу покупки из пятерочки. И... Ну, вообще, покупки вы меня просите снимать. Поэтому... Да, покажу. В общем, гуляю. Что-то у меня уже устало. Я, короче, уже... Все. Смотрит там цены. Ну что, приехала я домой. Давайте покажу покупки. Это овощи, фрукты. Единственное, что я не помню цены. Вот это, по-моему, 100 рублей за килограмм. Ну, капусту такую маленькую я взяла. Но, смотрите, она очень хорошая. Что-то мне захотелось. Тут у меня ругаются дети. Помидоры вот такие взяла. Но они прям ароматные очень. Не знаю, чьи они. Тоже 200 с чем-то рублей за килограмм. Виноград. Киш-миш 200 с чем-то рублей за килограмм. Огурцы. 120, по-моему, рублей за килограмм. Мандарины тоже 200 с чем-то за килограмм. И нектарины тоже 200 с чем-то за килограмм. Там вообще все по 200, мне кажется. Такой магазин. Но единственное, что там вкусное вот это все. Вот, действительно, вкусное. Вкуснее, чем в ленте. Но, соответственно, дороже. Я взяла 6 штучек нектарин. Я их очень люблю. И у меня, кстати, дети тоже их едят. Мандарины. Вот, у меня все мужчины любят. Написано, что без косточек. Вот. И киш-миш тоже. В общем, помидор, салатик сделала. А цветную капусту я в гордом одиночестве буду есть. У меня мужчины не едят цветную капусту. Поэтому я ее просто сейчас отварю. Там еще я вам снимала. Мужчина продавал рыбу. Значит, это судак. 360 рублей за килограмм он продавал. Не знаю, откуда он ее взял. Если честно. Там было очень много народу. Я как-то у него покупала корешку. Тоже очень хорошая была. Не знаю, откуда он ее берет. Может, сам вылавливает. Не знаю. Но 360 рублей. Я взяла самую маленькую рыбку. Я ее просто сейчас с лимончиком в духовке запеку. И все. Больше ничего не буду делать. Потому что муж у меня такой не будет есть. Дети тоже не едят. Вот. А я с огромным удовольствием. Потому что там у него прям раскупают. Вот я взяла. И, короче, уже обратно шла. А уже его не было. То есть там у него немного рыбы. Наверное, сам вылавливает. Может, покупает. Не знаю. Так, ну и мясная лавка. Во-первых, взяла желудки индейки и сердце индейки. Это своим хвостатым сердце индейки. У меня, кстати, кот тоже леофан кушает. Вот. И даже Каспер тут немножко поел. Но, видно, видел, что все едят. И тоже решил поесть. Правда, больше не стал. Один раз всего лишь поел. В общем, коту, а желудки тоже это... Это вот этим девчулям моим. Вот. Сейчас раздам. У них иногда бывает свежее. Иногда из замороженного. Вот. Я в этот раз взяла из замороженного. Цены не помню, девочки. Вообще все из головы вылетает у меня. Куриная грудка. И окорочка. Куриные три штучки взяла. Я их просто пожарю. В духовке просто запеку. И все. Так, здесь еще, давайте отсюда, сметану 15% взяла. Вот такую колбаску. Вот эта она мне очень нравится. И она у меня сыну младшему нравится. Вот эта вот. Это, по-моему, белорусская колбаса. Вот эта вот очень вкусная. И вот эта, это белорусский сыр Маздам. Он очень вкусный. У меня сыр... Бона. Бона, угомонись. Сейчас я ей дам. Это белорусский сыр. Он очень вкусный. Маздам называется. И еще взяла, ну, тут остаток мне предложили. Типа, заберите. Вот. Я забрала вот эту моцареллу тоже для... Ну, в общем, для запекания. У меня муж и так ее иногда кусочками ест. Еще взяла вот такую колбаску. Вот, попробовать. У меня муж любит вот такие. Вот она называется Георгиевская. Вот. У меня муж очень такие любит колбаски. Всякие вот такие. Типа, типа, краковские, знаете. В общем, вот такую тоже ему взяла. И ветчины. Вот столько много. Тоже мужу. Ему нравится. Ветчина вот эта по 500... Это шинка купеческая называется. 560 рублей за килограмм. Это я запомнила. Все остальное не помню. Как всегда. Вот такие вот мясные покупки. У меня были сейчас раздам. А то уже... А то уже тут не в моготу уже невозможно, да? Скажи, невозможно. И вон еще один. Так что у меня теперь троица. Да? Уже не в моготу. Сейчас дам. Ну и теперь покупки пятерочки. Сейчас искала чек. Не нашла. Короче. Купила молоко. Еще докупила. Купила сок. Вот такой по акции. Он что-то 109 рублей, что ли. Стоило или 105. Что-то в этом духе. И еще вот такой вот гранатовый. Хотела в бутылке взять. Стеклянный такой гранатовый сок. Но его не нашла. Купила вот такой. Что мне очень захотелось. Так. Купила вот такой вермишель. На... На что? На суп. Суп буду варить. Вот батон. Здесь у меня какая-то оселяночка. Не знаю. Вот такие хлебцы еще купила. Фазор. Шведские. В общем, вот такие. С семенами. Так. Дальше. Вот такой хлеб еще купила. Фазор тоже. Плодовый. Очень любим его. Он, кстати, очень вкусный. И вот это я купила с собой тоже. Дам. Мужу. Ну, в общем, всем, короче. Я даю. Я уже, кто смотрел мои закупки в ленте, тот знает, что у меня с собой все все берут. Вот. Поэтому я купила им вот такие. Кто это? Круасанчики. И еще вот такие вот мини морфинчики. Они запакованы. Сразу дал. И все. Вот. Так что это я с собой купил. В пятерочке все. Но у меня там даже тысячи рублей не было. Да. Ну, в общем. Ну, вот это не по акции. Это не по акции. Это не по акции. И макароны не по акции. То есть, в принципе, я по акциям-то и не прошлась. Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки. Сейчас буду все разбирать, раскладывать. Мне еще надо быстренько все приготовить. Я уже не буду это. То, что готовить в рубрику. Готовлю на несколько дней, во-первых. Потому что я буду делать плов из куриной грудки. Ну, курицу просто пожарю. Рыбу в духовке запеку. И все. И мне надо бежать на собрание родительское. Так, ну что. Первое блюдо сейчас ставлю в духовку. При температуре 180 градусов. Наверное, минут 40, час примерно будет стоять. Курицу я ее, в общем, разрезала. Голень от бедра. И вот так вот сложила немножечко картошки сюда. Лучок. Это я люблю хорошо еще морковку сюда. Но морковки у меня нет. Что-то я забыла ее купить. Вот это оливковое масло. Кстати, мне понравилось, которое в ленте купало. И вот специи свои вот эти. Это все сайтерп я заказываю. Сухой укропчик, как всегда. И вот эти вот итальянские травки тоже. В общем, отправляю это все в духовку. Как раз займусь сейчас грудкой и рыбой. Вот и плов уже поставила на куриной грудке. Вот положила туда без шелухи. Точнее, с шелухой вот этот чеснок. В общем, я уже показывала как-то, как я готовлю обычно на курице с разными специями. Буду накрывать крышечкой. И все, он будет там у меня томиться. Так, кстати, мне вот эти кастрюли. Мне очень нравится. Вот так вот называется фирма. И эта линейка Лео называется. Очень нравится, очень крутые. Я, кстати, посмотрела в интернете. Вот такие кастрюли большие на 3,2 литра. Они стоят от 5 тысяч. Вот, так что я нисколько не пожалела, что купила фамилию вот эти кастрюли. Довольна ими очень-очень сильно. Они хорошо моются, хорошо в них готовятся. Все, в общем, супер. Мне нравится. Так что плов тоже стоит. Курочка в духовке стоит. Рыба осталась у меня. Так, ну что, плов я приготовила. Вот такой вот он у меня получился. В принципе, достаточно быстро на курочке он готовится. Вот, здесь я подготовила рыбу. У меня еще запекается курица с картошкой. Она сейчас подойдет. Я ее поставлю. И уже муж за ней будет следить. А я побегу на собрание. Потому что уже надо одеваться. Принцесса моя храпит. Потому что мне уже надо одеваться и идти на собрание в детский садик. Я из специй вот такой. Лимонный перец. Ну, очень нравится. Тоже сайхерб заказывала. Он как раз к рыбе очень хорошо подходит. Здесь смазала немножко оливковым маслом. И положила ее вот на такую подушечку из лимона. Внутрь уже ничего не клала. Просто вот эти специи. Чуть-чуть соли. Вот, я ее закрою сейчас. И поставлю в духовку. Сделала еще салатик из пандорчиков-огурчиков, который я покупала. Еще у меня вот этот красный лук остался. И отварила цветную капусту. Вот. Но это я ее буду есть. То есть, вот это мне, девочки. Рыбу и цветную капусту. Вот. Так что, все. Я сейчас уже побегу. Такой вот я сегодня ужин и готовила. Но это на несколько дней у нас. Потому что плов хоть тут и немного, но все равно на несколько дней. Это точно. Вот. Ну что, я вернулась в собрание. Давайте еще хочу в этом видео показать свой заказ Фаберлик. Во-первых, меня спрашивали про вот эти ножи. Новую линейку ножей от Фаберлик. Вот впервые заказала. И заказала самый большой нож. Это который поварской. Считается нож поварской. Да, вот такой нержавеющий стали. Рукоятка дерева. Длина ножа. Вот, пожалуйста. В общем, артикула я, как всегда, вам оставлю внизу в инфобоксе. В общем, вот такой вот нож. Вот такой у него чехол. Чехол этот пластиковый. И он очень острый, девочки. Очень. Я еще не пробовала. Но буду обязательно готовить. Я вообще люблю вот такие большие ножи. Вот с таким широким лезвием. Здесь вот так что. Такой у меня теперь нож. Еще я взяла вот такие колготки. Вообще колготки у Фаберлик очень прикольные. Я взяла вот эти вот, которые утягивают. Ну, они и бедра утягивают, но животик утягивают. Очень классные колготки. И вот эта резинка, она не впивается. То есть не получается так, что у вас здесь бугорочек, да, такое. Дальше идет идеальное тело. Нет, такого нет. Сидят они очень классно. Не сползают. Нужно брать размер в размер. Не сползают. Ничего с ними. Мне вот несколько раз я предыдущие, которые у меня были. Я стирала, у меня собака моя порвала их. В общем, прыгнула на меня и порвала колготки. Но они действительно очень прикольные. Вот эти вот мне больше всего нравятся. Это которые моделирующие. Вот такие. Я заказала снова вот эти вот бежевые такие. Ну, телесного цвета, можно так сказать. Каталог. Кстати, смотрите, какой прикольный каталог. Много вот этих свечек. Я обязательно вот это вот все закажу. Обязательно у меня это будет. Вот. И здесь всякая бытовая химия. Во-первых, заказала любимые гели для душа, которые очень нравятся моим детям. Вот такие с кокосом и ананасом. Вот взяла две как раз упаковочки. И взяла две еще вот такие. Вот тоже они нравятся. Как бы с розом и грейпфуктом. Вот это более сладкое. Более сладкий аромат. Вот здесь вот более свежий. Так, жидкие мыла для рук. Они очень нравятся ароматы. Вот у меня детям, кстати, очень нравятся ароматы от Фаберлик. Действительно, очень классно пахнут. И хорошо пенится, хорошо промывают ручки. Вот постоянно беру. Ну, я всякие разные беру. Так, еще с бытовой химией я взяла вот такое. Я до этого не брала вот это средство. Концентрированное моющее именно для кухни. Грейпфруктовый фреш. Чистая кухня. Я брала до этого универсальное такое средство для мытья. Мыла все из столешницы вот на кухне. Все-все-все. Мне очень нравилось. Вот. Теперь взяла вот такое. Тоже попробую. Но я думаю, что мне понравится. Для такой ежедневной. О, видите, еще даже для холодильника можно. Для ежедневной уборки. Это очень классное средство. И взяла средство мое любимое для уборки в ванной комнате. Тоже такое для легкой, ну, скажем так, ежедневной уборки. Оно отлично удаляет разводы всякие. Ну, ржавчину. Не знаю. У нас нет сильной ржавчины. Поэтому по этому поводу сказать ничего не могу. Вот сияющая белизна. Блеск без хлора и отбеливателя. Действительно. Вот эти экраны. Все вот блестящее. Очень мне нравится. С удовольствием. Беру. А здесь, помните, в прошлом или позапрошлом заказе я брала вот такой нейтрализатор запахов. Нежный хлопок. Защита от неприятных запахов. Мне одна девушка написала, что она его использует, когда вот моет лотки кошачьи, да. Немножко прыскает. И чтобы не было аромата. Потому что и мои, например, коты, если я помою вот чем-то таким или вот таким, они могут не ходить туда. То есть, ну, слишком сильный аромат для кота, да. Поэтому я не мой. Я обычно просто споласкиваю. Ну, максимум там промыть, ну, с чем-то таким, что не сильно имеет аромат. Промываю. А вот это вот, это вообще нечто. То есть, я попшикала, и реально нет запаха, и коты ходят туда. Там же, где у меня вот пеленки у моей Джуси, да, младшей собачки, там же попрыскала. Я даже попрыскала на обивку мебели, на ковры. И вообще, такой, ну, просто заходишь, и такой аромат чистоты. Даже не то, что свежести, а аромат чистоты дома. Очень мне понравилось. И я взяла аж две штуки. Девочки, у кого есть животные, вот это прям самое оно. У меня собаки-девочки, поэтому у меня запаха псины как таковой в доме нет. Но вот у кого есть животные, собаки в особенности, да и коты тоже, да, я очень советую. Вот я прям мою сейчас лоток, да, насыпаю новый наполнитель, и вокруг вот так вот пш-пш-пш-пш-пш-пш вот этим средством, и все. И вообще нет никакого запаха. Также я увидела там вот такой спрей. Смотрите, это защита от запаха животных. Видите? Нежный аромат. В общем, тоже попробую его. Если мне понравится, то я, наверное... Ну, мне надо сразу много, потому что животных у меня много. Вот. Но вот эти вот средства вообще, вот эти вот, это просто нечто. Это прям для меня находка. Почему я раньше не покупала, не знаю. Ну, и освежители воздуха. Это в туалетных комнатах у меня стоят. Очень нравится аромат моим детям. Вот такой взяла. Это с ананасом. Вот. Но я его, мне кажется, все время беру, потому что мне младшим нравится. И еще вот такой взяла освежитель. Это просто тропический бриз. Вот. Так что, вот такой у меня заказ. И вот такие вот, смотрите, будут новиночки классные. Ой, аромалампа даже. Вот это не лампа. Это увлажнитель, да? Воздуха. В общем, что-нибудь я обязательно приобрету, потому что вот эти вот средства вообще, вот фаберлик ароматы, они очень классные. Мне очень нравятся ароматы для дома, скажем так. Вот. Так что, так что обязательно что-нибудь себе приобрету в новом протологе. Вот. Ну и советую колготки. Вообще все колготки от фаберлик. У меня и теплые от фаберлик есть. Они вообще просто классные. Вот. Но нож буду пробовать. Артикулы, как всегда, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться, потому что у нас уже вечер, и я буду уже умываться, ложиться спать. Вот. Все уже, все уже дела мы переделали. Так что, так что артикулы оставлю, ссылочки оставлю. Но я на сегодня буду прощаться с вами. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. До новых встреч.